Задача превратить Азербайджан в космическую страну была поставлена президентом Ильхам Малиевым еще в 2008 году. Эта грандиозная задача была решена. Азербайджан сейчас обладает тремя собственными спутниками, и они сыграли особую роль в победе в Отечественной войне. Использование космических технологий позволило сберечь самое ценное – жизни азербайджанских солдат. Теперь же спутники оказывают важную помощь в возвращении освобожденных от оккупации земель к нормальной жизни. Мы являемся членами космического клуба, имеющего ограниченное число членов. Важную роль здесь, конечно, играет подготовка кадров. Кадры, работающие в данной сфере, уже усиливают наш общий интеллектуальный потенциал. В то же время отслеживание в онлайн-формате передвижения врага в период Отечественной войны и предотвращение его провокаций, конечно, предоставило нам дополнительное преимущество. Не случайно Отечественная война, проводимая Азербайджаном операцией, были названы военными экспертами в мире войной 21 века, потому что это было новшеством с точки зрения технологического развития. Спутники стали всевидящим оком Азербайджана. Благодаря им страна получала оперативную информацию об активности на оккупированных территориях. Кроме того, с помощью спутников еще до Отечественной войны удалось зафиксировать многочисленные попытки незаконного заселения и застройки армянами оккупированных земель Азербайджана. Также были получены многочисленные доказательства варварского отношения противника к азербайджанским землям. В довоенный период в 2019 году, используя спутниковые данные, мы оценили ущерб, нанесенный нашей природе, хозяйству и историческим памятникам Армении. Этот отчет сыграл очень важную роль в донесении информации об этом до мирового сообщества. Документ был представлен в ООН и многие другие международные организации и страны. Запущенный Азербайджаном в 2014 году низкоорбитальный спутник Азерскай обладает широкими возможностями для поддержки защиты суверенитета Азербайджана. Кроме того, им из космоса ведется мониторинг освобожденных территорий и изучается их потенциал. Одна из основных задач, на которую сейчас нацелена работа спутника – построение на освобожденных территориях интенсивной сельскохозяйственной модели, которая требует современных решений. Среди них – базовое точное земледелие, умное сельское хозяйство. Используя снимки Азерскай и самые современные инструменты анализа и мониторинга, стали возможны создание электронного сельского хозяйства, соответствующего характеристикам освобожденных земель, оценка и прогноз урожайности, подготовка точной карты растительности. Это позволит добиться максимальных результатов в сельском хозяйстве. Используя современные цифровые технологии, мы готовим карты освобожденных земель для определения потенциала разных регионов и их зон. Следует отметить, что исследуются водные ресурсы, проведена планировка пассивных площадей, определение потенциала виноградарства во всех освободившихся от оккупации районах. Составляются карты. Идет работа и по развитию туристического потенциала, в частности, подготовка 3D-плана пешеходных дорожек для горного туризма. В целом, мониторинг территорий проводился и продолжает вестись по нашим космическим снимкам. Выгодное геоэкономическое и географическое расположение Азербайджана в зоне пересечения информационных магистралей диктует необходимость устранения независимости в информационном обмене от других стран. Вывод на орбиту собственных телекоммуникационных спутников сделал Азербайджан лидером региона в области передачи информации. Также страна полностью устранила внешнюю зависимость и стала оказывать спутниковые услуги другим странам. В настоящее время у нас на орбите находятся три спутника. Мы предоставляем постоянные телекоммуникационные услуги в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Спутники, безусловно, являются одним из показателей суверенитета страны, который важнее коммерческой ценности. Нужна объективная информация, чтобы правильно оценить происходящее в Азербайджане событие и донести до мировой общественности нужные свидетельства. За годы работы мы добились широкого использования спутниковых снимков практически во всех сферах экономики Азербайджана. Это сложная работа, которую Азеркосмос и соответствующие министерства, национальные учреждения делают совместно. Запуск в космос спутников с флагом Азербайджана на корпусе спустя всего несколько лет помог в том числе добиться того, что флаг Азербайджана теперь гордо развивается в Шуше, Джабраиле, Физули, Агдаме, Губадлы, Зангелане, Лачине, Кельбаджаре и других освобожденных территориях. Спутниковые технологии защитили жизни азербайджанских солдат, обеспечили введение войны методами 21 века, а теперь будут служить построению на возвращенных азербайджанских землях новой жизни. Продолжение следует...